К 75-летию победы Великой Отечественной войне в Музее Современной Истории России открыли необычную выставку. Она рассказывает личные истории свидетелей и участников войны. Вот Михаил Васильевич Рудаков, начальник отдела политпропаганды 11-й армии Северо-Западного фронта, он интересен чем? Он начал составлять приказ в ночь на 22 июня, этот приказ у нас есть в витрине, возможно в течение 22-23 числа нападение немцев на наше расположение. Вот только начал составлять о том, что возможно нападение, а нападение уже началось. А вот еще одна личная история. Первой в Советском Союзе женщины-машиниста Зинаиды Троицкой. Она организовывала работу всей московской окружной железной дороги. Фактически ее стараниями был обеспечен подвоз боеприпасов и вооружение для обороны Москвы. И как мы видим, вот на этом парадном кителье есть генеральские погоны. То есть Зинаида Петровна Троицкая, она еще, здорово ко всему, и генерал. Была такая должность введена генерал-директор тяги. Среди героев выставки Илюня Шафарин, который в 12 лет записался в разведчике гвардейского кубанского казачьего корпуса, попал в плен, бежал, снова воевал, дошел до Праги. И выдающиеся иерархи русской православной церкви, которые в первый же день войны призвали стать на защиту Отечества. Широко известно про танковую колонну Дмитрия Донской, которая была организована на деньги церковных служителей. Тут же можно вспомнить, что даже в индивидуальном порядке священнослужители свои таланты отдавали на нужды фронта и тыла. Например, архиепископ Лука, военный Есенецкий, он ведь был репрессирован на момент войны, он находился в ссылке, в Красноярске. Но, так как он был талантливым хирургом, его назначили главным хирургом Красноярского эвакуационного госпиталя. И он ни секунды не колеблясь, не сомневаясь, эту должность занял. Фронтовики, партизаны, труженики тыла, разведчики, жители блокадных Ленинграда и Севастополя. Из их судеб и складывалась летопись войны. О судьбах этих людей рассказывают личные вещи, фотографии, письма. Это письмо на листе Магнолии написала своей маме участница обороны Севастополя Людмила Павлюченко. Героизм Красной Армии восхищал людей во всем мире. И не случайно на выставке представлены письма простых польских граждан, которые благодарили бойцов Красной Армии, защищавших Сталинград и победивших в этой великой битве на Волге, которая стала началом перелома и не только в Великой Отечественной войне, но и во Второй мировой войне. Очень хочется надеяться, что и потомки тех поляков, которые писали эти откровенные письма, хранили память о нашей общей победе. Замечательная выставка, она замечательна по своей идее. Я, честно говоря, даже не знаю, кто придумал эту идею, показать через вещи и истории, она прекрасна, она правильна, эта идея, сюда надо приходить не спеша, вчитываться, смотреть, рассказывать детям. И хочу за это сказать большое спасибо. Константин Рокоссовский, внук маршала Рокоссовского, пришел на выставку со своим внуком. Когда я первый раз ознакомился с историей моего прапрадеда, он представился в моих глазах как человек невероятной стойкости, и я очень часто его вспоминаю, перед глазами возникает образ. Делаю проекты, в том числе школьные проекты про своего прапрадеда. Знаю историю многих сражений, в которых он участвовал, Сталиноградскую битву, Курская дуга, важнейшее сражение Великой Отечественной войны. Дед воевал на фронте, а в тылу бабушка, его жена Юлия Петровна, тоже не сидела сложая руки. Она после возвращения из эвакуации из Новосибирска в 1942 году возглавила один из советов, были такие, совет жен командующих офицеров при райвоенкомате города Москвы, советском. И вот работа в этом совете, она в том числе организована в сбор медикаментов разных, каких-то вещей для фронта. И в том числе они организовывали концерты для раненых военнослужащих, которые находились в госпиталях Москвы. Экспонаты для этой выставки предоставили и потомки маршала Рокоссовского, и всевозможные архивы, в том числе архив службы внешней разведки. А многие экспонаты из коллекции музея были собраны на полях сражений еще в годы войны. И сегодня можно поклониться только людям, которые комплектовали коллекцию прямо в годы Великой Отечественной войны. Только была освобождена территория, туда же снаряжалась экспедиция музейных работников. Таким образом у нас и на этой выставке представлены вещи из Сталинграда. Чашечка, которую наполняли конфетами фашисты, и таким образом привлекали внимание к ней, а под ней находилась мина. В книге почетных гостей Сергей Нарышкин подчеркнул, победа – это заслуга всего советского народа, миллиона наших граждан. Эта выставка дает возможность поближе узнать судьбы некоторых из них. Служба информации Российского исторического общества.